Завтра начнется государственный визит Касмужумарта Тукаева в Катар, в рамках которого запланированы переговоры с эмиром шейхом Тамимом Бен Хамадом Альтани и премьер-министром страны. Глава государства примет участие и в инвестиционном круглом столе, встретится с крупными бизнесменами. Об одном из ключевых партнеров Казахстана в Персидском заливе расскажет Анель Едильхазе. Катар один из ключевых экономических и политических игроков в Персидском заливе. Обладая огромными запасами природного газа и крупными нефтяными месторождениями значительного прорыва, там достигли всего за полвека. Сейчас государство занимает четвертое место по ВВП на душу населения с показателем больше 100 тысяч долларов. При этом на территории Катара проживают всего 3 миллиона человек и только 12% его жителей – это местные граждане. Катар уже прошел три важных этапа – увеличение доходов страны и ВВП, строительство мирового класса инфраструктуры и введение инновационного периода. Технологии – это будущее, и мы верим в их важность для развития экономики и обеспечения высокооплачиваемых рабочих мест. По прогнозам Всемирного банка, в ближайшее время экономика Катара будет самой быстрорастущей среди стран ШОС. Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 4,4% по итогам этого года. За последние десятилетия экономика Катара стала более диверсифицированной. Мы также вкладываем средства в сферы туризма, образования, медицины, органических продуктов питания, строительства, недвижимости и информационных технологий. Наша цель – продвигаться вперед, увеличивать инвестиции в другие страны и на различные рынки. Сейчас Катара активно инвестирует в проекты как на своей территории, так и за рубежом. Одним из приоритетных направлений на сегодня для их инвесторов является Казахстан. Только за 9 месяцев 2023 года приток прямых инвестиций из страны Персидского залива составил больше 4 миллионов долларов. Бьет рекорды и торговый оборот двух стран. За 11 месяцев прошлого года этот показатель достиг 9,6 миллионов долларов. В настоящее время наша страна инвестирует в развитие технологий всего на 1,2%, но наша цель – увеличить этот показатель до 8% к 2030 году. Это означает, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества с Казахстаном, особенно в контексте диверсификации источников продовольствия. Мы верим, что сотрудничество с Казахстаном, которое находится в четырех часах полета, будет ключевым в достижении наших амбициозных целей и внедрении инновационных решений в обеих странах. Тесные связи двух государств придают положительный импульс развитию двухсторонних отношений. Об этом свидетельствуют регулярные визиты на высоком уровне. Один из последних – визит шейха Тамима Бенхамада Альтани в Казахстан, в рамках которого в Астане состоялся круглый стол с участием руководителей 10 крупнейших компаний страны Персидского залива. Тогда было подписано пять документов на общую сумму больше 500 миллионов долларов. Ан-Илье Дельхазы, Бибигуль, Насымбай, 24КЗ.